Так, подъехали мы сегодня ремонтировать окна. Залез на высокую-высокую стремянку. Пожарники по 100 лет, сейчас он снят. Но единственная проблема, у нас окно закрыто, оно не закрывается. У нас ручка открыта, окно не открывается. И привод не работает. Значит, задача сейчас его вскрыть, определить неисправность и ее исправить. Скорее всего, мы сейчас либо сломаны ручкой, либо приемник. Скорее всего, мы заменим и то, и то. Приступаем. Нам производить манипуляции. Мы сейчас демонтируем стеклопакет. Для этого нам надо вытащить резинки, снять штапики, его вынуть. И можно уже будет тут смотреть, отгибать. Потому что не очень-то удобно это. Еще тут в ресторан гости сидят, конечно. Ну что, попробуем. Так, стеклопакет мы удалили. Удаляем вот эту ненужную, совершенно цепочку. Ох, как она быстро удалилась. Так, Саш, на возьми. Так, он уже получше. Сейчас мы его чик-чик вбок. Чем? Отожмем в эту сторону. То есть, там у нас штифт зашел и остался. Назад не выходит. Сейчас его надо отжать, будет с улицы и сдвинуть как-то. Так, воткнули туда лопатку. Немного отжали. И в сломанную дырку мы, короче, засунули шестигранник. И сейчас надо дернуть, и у нас все откроется. Смысл в том, что здесь была прикручена вот эта штука. И, по моему мнению, когда она прикрутилась, она попала как раз в тягу. Сейчас вот стучал-стучал, я не мог. Сейчас открутил. Сейчас попробую то же самое проделать. Я думаю, все получится. Ну, короче, мы ее вскрыли. В итоге мы вышли на улицу. С улицы просто лопатку сюда заколотили, в расклинку. У нее ответка сломалась, и она открылась. А эта вообще никуда не хочет двигаться. Сам механизм. Вот он. Он жестко, он, я не знаю почему. Скорее всего, там какой-нибудь саморез обломили, где они закручивали. Вот. Потому что я не знаю других причин, почему эта тяга не действует. Ладно, сейчас будем снимать ее и устанавливать. Творку мы открыли. Смотрим, вот этот саморез. Его когда закручивали, вот он как раз попал. Вот в это место. И как бы проткнул, получается, паз и в тягу попал. И все. А она сейчас как вкопанная стоит. Ни туда, ни сюда. Сейчас будем ее вышибать оттуда. Ну и, соответственно, здесь самос и приемник. Так. Ну вот мы. Здесь вот она ходит. А где были вот эти саморезы, вот дырка. Эта дырка не доделана не до конца. В основном вот эта дырка. Вот. в этом месте. И вот как раз здесь у нас, здесь тормозится почему-то тяга. Здесь она более-менее не идет. Нет, тоже не идет. Опа. Сейчас на ней посмотрим. Вот. Саморез попал в тягу. А вон ребята, пожарники, вон они ходят и думают, что же такое там случилось у них. А вот это приемник ручки, который сломался. Что мы сделали в итоге? Мы здесь это все назад выпрямили. Более-менее вот это место закусанное. Вот. Сейчас поставим единую тягу. И ручка чик-чик будет у нас закрываться. Ответки уже будут не по бокам, а по углам. Вот в этом месте будут ответочки. Ну вот вышел сейчас тут аккумулятором на машину. Опять та же ситуация, да. То есть пожарники решили установить электропривода. Могут не очень понимает. Соответственно, крутят куда попал саморезы. Тем самым ломая фурнитуру. И в итоге сейчас мы эту фурнитуру ремонтируем. Вот. Лишние расходы для заказчика. Печально. Новую собираем единую. Наконец прицепляем. У нас здесь будет так вот зацепла нацепляться. Чик-чик. Здесь приемник ручки. Минималистичный и очень надежный. Ну и здесь просто цапок. Тягу мы засунули. Все, она тик-чик будет ходить у нас. Все будет закрывать. Сейчас ставим ручку. И смотрим, куда стоит ответ. Ответки мы поставили. Раз, ответка. Два, ответка. Оп. Все плотненько поднимает. Ничего не мешает. Отлично. Ставим стеклопакет.